Меня зовут Калинина Татьяна, я руководитель Школы прогнозов Альфа, и сегодня я делаю видео для своих подписчиков прежде всего, для того, чтобы прокомментировать интервью, которое вышло у Ксении Собчак с таким персонажем, как Сатья. Почему я делаю это видео? Потому что у меня, под моим руководством, находятся школы ведической астрологии, мы никогда не позиционируемся как ведические. Мы всегда говорим, что у нас астрология джотиш, но некоторые персонажи предпочитают этот лейбл ведический повесить и на джотиш, и продать вместе с ним культуру ведическую, и вся эта история будет переплетаться, вот этот факт будет переплетаться с этим сегодняшним интервью, которое мы будем разбирать. Интервью, ещё раз напоминаю, которое прошло у Ксении Анатольевны Собчак с Сатьей, одним из очень ярких, знаменитых, популярнейших сейчас ведических лекторов. Раньше как-то Тарсунов, Нарушевич были популярны, сейчас Сатья даст. Все знают, да, это Сатья, вот его лекции. Так вот, давайте мы не будем долго начинать это интервью, посмотрим вообще, что говорилось в ходе беседы и как это трактовать. Во-первых, давайте обратим внимание, как были одеты оба персонажа, то есть Сатья, он такой патриархальный лектор, который позиционирует такую ретроградную систему построения отношений между женщиной и мужчиной, что мужчина главный. Ну, весь этот обычный как бы домострой, да, что женщина не несёт ответственности, мужчина за всё несёт ответственность, что задача женщины, самое главное, это удачно выйти замуж, а остальное, если ей хочется в свободное время чем-то там заняться, то как бы не очень серьёзно, вот она может этим заняться. Поэтому Сатья пришёл в какой-то футболке довольно такой непрезентабельной, то есть я бы не скажу, что он хотел сильно понравиться внешне, то есть вот у него такой образ бедного лектора, духовного человека, который не заботится об имидже, но мы с вами увидим, что это абсолютно не так в ходе беседы. И вот эта вот футболка, джинсы, очки, очки, которые придают ему экспертности, скажем так, как такого профессора, вот такой у него был образ. Ксения Собчак была одета как яркая такая феминистка, если обратите внимание, то у неё платье с верхом такое, как будто бы это нижнее бельё, оно чёрное, яркое, оно какой-то такой фактуры, похожей на латекс, то есть это хищница, которая пригласила к себе на интервью ретрограда и домостроя, и хочет ему прям даже своим нарядом показать, что она яркая, самодостаточная, что она любому свернёт шею, в том числе и её макияж с глазами такими, смоки айс или вот кэт айс, тоже об этом говорили, и зачёсанные назад волосы, такая демономическая прическа, в общем, всё в ней говорило о том, что она не ведическая мадам, и как бы не хочет таковой быть, считает, что правильно иной. Так, и вот, значит, встретились двое, одна такая хищница и феминистка яркая, активная, проактивная, и вот этот Сати, который как бы хочет показать, что он далёк от денег, что он такой вот простой, и он будет простым, доступным языком нам с вами показывать, как нужно жить. Образ у него не заумный, не какой-то отдалённый, а как раз-таки то, что называется девочка с соседнего дворя, понятная, такая вот житейская, вот как будто бы это дядя Вася из соседнего подъезда. Что меня удивило, да, вот в знакомстве, в первой части интервью, о том, когда Ксения начала его расспрашивать, ну, кто вы, чем вы увлекаетесь и всё прочее, что, почему вас знают, почему популярны, вы влияете на умы многих, его фразы меня, его реакции меня удивили. Во-первых, он сказал, я увлекаюсь вайшновизмом, как будто бы это то, чем можно, ну, как бы типа, а я виндсёрфингом, да, увлекаюсь, а у меня там вот такая блажь есть, какая-то типа, ну, не знаю, увлекаюсь там ездой на скачках, ну, допустим, скачками увлекаюсь. Так вот, это Сатья, да, это человек, который взял себе псевдоним, который не пользуется своим именем в обиходе, в публичной жизни, его зовут Сергей, да, насколько я помню, этот человек, который создал полностью вот этот образ, связанный именно с ведической культурой и вайшновизмом, он очень-очень осторожно высказывается о том, о своей причастности к этой религии и говорит, что я увлекаюсь вайшновизмом. И тут несколько идей у меня возникло, несколько версий. Первое, что он даёт такую скидочку зрителям, ну, как бы мы с вами будто бы не готовы, да, принять эту информацию и, ну, скажем, для материалистов таких вот он выступил, дал нам скидку. Второе, что он стесняется причастности к этой организации. Третья версия у меня была, что он не ощущает себя полноценным членом этой организации. Вообще, это общая для них черта, для ведических лекторов. они всегда затягивают вот эту вайшнавскую культуру, вайшнавскую секту, можно даже и так сказать, ну, затягивают вот обычными простыми разговорами. То есть о том, как строить отношения мужчине и женщине, о том, как там вести себя в критических ситуациях, о том, как преодолеть какой-то психологический кризис, духовный кризис, отношенческий кризис. Всё со стандартных тем. И часто избегаются какие-то специфические термины, которые свойственны вайшнавизму, критишнаизму. Потом уже, когда ты полностью проникся харизмой лидера, харизмой читающего лекцию, когда ты согласился с ним по всем пунктам, что вот надо так строить отношения, вот у нас в обществе такие проблемы, вот у нас то-то, то-то, то-то. Потом ты хочешь ещё большего соприкосновения, и ты начинаешь сам уже узнавать, а во что там эти люди верят, да, а какая у них религия, какие у них духовные принципы, о которых они постоянно как звоночком там дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, не поясняют их, не погружают себя туда, но они постоянно как бы, у нас есть ещё кое-что интересное, ещё кое-что интересное. Сколько он разрушил семей? Честно, я вам скажу так, меня от Сати не бомбит, не бомбит, мне как бы, я допускаю, что в мире есть и те люди, которым необходимо, чтобы им рассказали, что мужик главный и так далее. Да, у нас много женщин, которые, ну скажем, перехлёстывают, слишком самостоятельные, слишком такие-сяки. В миру нужны и такие люди, и такие тоже. Но я считаю, что вот всех этих лекторов, типа Сати, вот этих всех психологов, которые начинают свои ролики с того, что я, значит, мужчина должен, если ты настоящий мужчина, то мужчина должен бла-бла-бла-бла-бла, заботиться о своей королеве, тра-ля-ля. Я считаю этот контент максимально вредным. Когда мне что-то выскакивает такое в Инстаграме или в Ютьюбе, у меня пытается Ютьюб, типа, на, полакомись, попробуй, я всегда нажимаю, не интересует, заблокировать, не интересует. Почему? Потому что вот сколько бы отношений разных у меня не было, счастливых, несчастливых, вот я внутри них, и мне хорошо. А потом появляется какой-то дядька, который рассказывает мне почему-то, не моему мужчине, а мне рассказывает, чего он мне должен. И я такая, опа, так, дорогой мой, оказывается, всё должно быть вообще суперкрасочно, намного более, там, внимательно и так далее. И я уже не довольна тем, что есть. То есть, это были мои отношения, которые я создала. То есть, 50% с мужской стороны, 50% с женской, с моей, да, и пришёл какой-то третий чувак, который мне рассказал, как в идеале это всё должно быть, и я начала переживать и быть недовольной своими отношениями. Это я вам рассказываю не только свою историю этого вопроса. Сейчас я уже достаточно взрослый, зрелый человек, чтобы, ну, скажем, пропускать мимо ушей, да, таких экспертов. Но когда-то это прекрасно работало, и я прекрасно понимаю, что куча женщин такие, опа, надо своего мужика просануть, а что это он мне то-то, 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 не доделывать. Поэтому я тоже считаю, что такие лекторы, от них очень много зла и очень много отношений они разрушают. Но, как я уже сказала, ну, миру нужны и такие люди, потому что я допускаю, что есть процент женщин, кому это полезно в какой-то момент времени. Какие есть опасности увлечения этими психологами, мы поговорим с вами позже. Итак, он, самое главное, он отрёкся от вот этого ваишнавизма. Он сказал, я увлекаюсь, увлекаюсь ваишнавизмом. Когда она сказала, ну вот, вы замечательно зарабатываете, у вас, ваши лекции стоят семь тысяч, две с половиной тысячи, там и так далее, перечислила ему ценник. И он такой, с видом потерянного, а, да, это столько стоит. Я прямо, я выписывала цитаты. Это столько стоит, да? То есть он сразу, скажем, простроил образ, он открестился от денег, типа, мне деньги не нужны, я не в курсе, сколько стоят мои лекции. Это как бы всё такое житейское, материальное, а я про философию, я про мудрость. Какие деньги, ребята? Зачем? Ну, вот так вот он поступил. Дальше. Всё-таки он ещё не очень определился, как я поняла. Всё-таки Сатья-Дас это псевдоним или его духовное имя. Он сам сомневается, он не знает, как ответить. То есть он не говорит конкретно. Почему он этого не говорит? Конечно, это духовное имя, естественно. Это должно быть духовным именем. Потому что Сатья-Дас это принадлежащий Богу, вот такой-то человек с такими-то... Дас это слуга Бога, как бы, да, посвящённый Богу, Сатья. То есть сама морфология этого слова говорит о том, что это духовное имя в какой-то духовной традиции или концепции. Он, опять же, открестился, типа, я, ребята, я не с вами. Давай дальше. Всё поясню, почему он так сделал. И Собчак сидит просто как бы в шоке, говорит, я не узнаю вас в гриме. Вы такой активный, такой уверенный на своих лекциях, а тут как бы вы такой вот то ли стесняетесь, то ли чего-то боитесь. И он показывает врезку, да, из его лекции. Не сбивайте орла на взлёте, я, значит, альфа-самес. Понимаете, в чём дело? Почему он в этой патриархальной истории крутится, и почему он эту патриархальную историю транслирует? Потому что вот он там становится орлом. Вон там Атлант расплавляет плечи, он там мужик, он уважаемое лицо. Когда он встречает сильную личность женщину, он сразу сжимается, скукоживается, и она даже говорит, ну, как бы, я не узнаю вас, что с вами. Поэтому он боится Собчак, он заметно нервничает при разговоре с ней, он ведёт себя как скромный, неуверенный в себе человек. То есть он потерялся, и он терялся во всех моментах, что не касалось его патриархальной системы ценностей. Про вейшновизм, про образ жизни, про семью, про сексуальные сферы, то есть про имя своё. Я уверена, что все эти сферы, он не хотел об этом говорить, не хотел об этом открываться. Я думаю, что он ждал подвоха от Ксении Анатольевны Собчак, вопросов, типа, как она любит, про налоги, про, как бы, во что ты действительно веришь, а ты нам транслируешь это, потому что это классно продаётся, или ты действительно часть вейшновизма, или ты действительно это часть твоей души, ты искренен в этом или нет? И вот во всех этих вопросах он вот как-то, я прям цитаты выписывала, ребята, я знаю, что на меня польётся очень много негативной реакции, скажем так. Я уверена, что на канал придут куча новичков и вот этих фанатично настроенных вейшнавов. Я хочу вам сказать, что я в 6 лет была в вейшнавской традиции, я и слева, и справа это изучала, и чуть-чуть больше погружалась, и чуть-чуть меньше. И были периоды, когда я действительно этим жила, и это верила. И потом, конечно же, разочаровалась, потому что увидела манипуляцию, подмену понятий, желание заарканить, желание присоединить чувство вины, получить власть, получить, ну, в общем, все корыстные вот эти вещи. Я вам сегодня это покажу на примере сати. Я прям покажу вам, как он манипулирует, подмена понятий, абсолютизирует. Всё, ну, большая часть этого, это разные виды манипуляций и насилия. Он нигде не сказал, я верю в кришнаизм, да, я верю в вайшнавизм, это часть меня. Ещё одна вот стата, я понимаю в вайшнавизме, я понимаю в этом. То есть, это как бы отдельно от меня, и я это обозреваю, я как бы это изучаю. Я, это не оно, понимаете? То есть, вот имя духовное взял, продаю от духовной ценности, но я, это не оно, понимаете, я отдельно. А вы смотрели его гороскоп? Я хотела. Но это секретная информация, которую нельзя было найти, и биография, ну, скажем, даже дату рождения его скрывает. То есть, почему? Ну, потому, ребята, потому что, чем больше человек себя хочет скрыть, тем больше к нему вопросов о его искренности. Дальше. Я понимаю вайшнавизм, я увлекаюсь вайшнавизм, нигде, что я верю. Когда он говорит о ведах, когда начал говорить о ведах, он начал её перебивать. То есть, он вот тут очень боялся вот этого какого-то разоблачения, о том, что она расскажет, что в ведах нету ничего ни про твою кулинарию, ни про твоё вот это духовное, ни про то, что надо есть левой, правой рукой левой нельзя, ни про то, что как женщина должна в юбках ходить или в брюках. Ничего этого там нету, это всё придуманное, и зачем это всё придуманное. Ну вот, например, вегетарианство, да? Я совершенно солидарна Собчаку в том, что я, кстати, как 6 лет будучи вегетарианкой, да? Сейчас уже нет. Совершенно согласна Собчаку в её мнении, что вегетарианство подходит для климата Индии, прекрасно подходит. Это результат, вегетарианство, это результат их культуры, доступной пищи, унификации, скажем так, разумности тех обстоятельств, в которых они живут. Для них разумнее сорвать фрукт и съесть, вырастить рис и наесться рисом, чем другие виды пищи. Также она упоминает, что это и качево ему Собчак по имени и отчеству, потому что это её публичное имя, потому что она так и говорит, я, блин, Ксения Анатольевна Собчак, я не Лакшми какой-нибудь, а он говорит, я Сати Адас, поэтому я его называю Сати, а её называю Ксения Анатольевна. Я не могу сказать, что я из этих двух героев кого-то очень сильно люблю, но в целом я уважаю Собчак за её активность, за то, что она трудяга, много трудится. У меня к ней тоже там куча вопросов, то есть, да, я считаю, что она не везде даже сама себе верит, но давайте не уходить от темы. Так вот, я согласна с тем, что вегетарианство здесь, в северных широках, сейчас, это не совсем подходящий сегодняшней реалии, сегодняшней культуре подход, потому что я сама, будучи вегетарианкой, более пяти лет я сталкивалась с этими проблемами вегетарианства, что ты изгой, ты не можешь сходить в кафе нормально со своими друзьями, потому что они пойдут в стейк хаус, например, ты по стандартам чистоты не должен есть посуды, на которой ели мясо, есть еду, которая приготовлена на кухне, где мясо делается с ножами, которые прикасались и к мясным продуктам, и так далее, и так далее, там столько всего заморочек таких, что ты просто не сходишь в кафе с друзьями, ты должен выбирать те места, какие-то специализированные, например, для ващнавов, потому что там будет нормальное меню, иначе ты всегда будешь есть одно пюре и пить компот, все, и то, как бы, это не точно, у нас нет такого распространенного вегетарианского меню в столовке, представьте, что вы студент, представьте, что вы школьник, представьте, что вы беременная женщина, и вы работаете в офисе, ну, все, это очень-очень все сложно соблюдать, зачем это делается, для того, чтобы вы, чувствуя свою неполноценность, что вы не можете соответствовать всем этим параметрам, вы не можете жить без незаконного секса, вот вам 30 лет, или там 31 год, вы не замужем, и вам каким-то сейчас таким образом нужно построить отношения, чтобы ни разу не остаться наедине с мужчиной до свадьбы, ну, давайте, как бы, попробуйте, напишите мне, у кого получилось, я понимаю, когда есть культура, в которой, ну, все девочки, там, 17-19 лет выходят замуж, естественно, не выходят девственницы, естественно, но, извините, если у нас сначала выучить, подстрой карьеру, потом траля-ля-ля, а потом ты такая должна выйти замуж, и тут тебя осенило, что ты должна быть частью ведической культуры, ребята, поздняк метаться, все уже, то есть вы не часть ведической культуры ни разу, да и не существует никакой ведической культуры, она умерла там несколько тысяч лет назад, есть культура индийская, ну, как бы, вот они родились в, они родились в Индии, вокруг них вот такие-то законы, общественные, вот такой-то социальный опыт, они внутри этой культуры растут, а мы с вами, европейцы, мы можем к ним присоединиться, да, но то, что нам несут сюда эти ведические лекторы, это абсолютный суррогат, это придуманная вообще история, чтобы, для чего, чтобы вами манипулировать, они просто насаживают вам, насаждают в голову вам вот эти стандарты чистоты и духовности, вам нереально им соответствовать, потому что вы живете в другой культуре, а иначе вам нужно сваливать в монастырь, вот в этот, вайшнавский, допустим, ну, или в храм, да, жить при храме, вы не можете этому следовать, хотя вам хочется, вы верите своему наставнику, вы верите сатье, и все, чувство вины, все вас подсаживают на чувство вины, вы уже понимаете, что вы не такой классный, как надо, а как же научиться так, чтобы, вот как же так расстараться еще больше, что все-таки этому соответствует, чтобы быть, как эти прекрасные люди, никто не знает, едят ли они стейк под подушкой, или не едят, искренне они с вами, или не искренне, то есть, это надо, нельзя верить так вот прям на слово, ладно, давайте к этому, и в чем получается, что вся эта история, которую они сейчас сюда приносят, насаждают вот эту ведическую культуру, это даже не индийская культура, это не та культура, которая сейчас существует, вот на том, на том полушарии, это просто какой-то суррогат, это часть этого, из каких-то закромов достали, из старых текстов, умерших, нет уже все, кастовой системы нету, нам до сих пор, что ты кшатри, ты ващ, я такой-сякой, браки создаются, кшатри плюс кшатри, не дай бог там пересечения, это все вот в то, что насаждается в этой сейчас вайшнавской культуре, оно не имеет сегодняшнего смысла в нашей культуре, и нужно понимать, зачем эти люди вам это насаждают, зачем, это инструмент управления, вашим вниманием, вашими деньгами, вашей искренностью, вот вы искренне, искренне хотите преодолеть кризис, вы искренне хотите чистоты духовности и так далее, а вами просто пользуются, и, ну, скажем, монетизировать вашу привязанность можно тысячу способами, книги, значит, пожертвования, что там еще, ну, книги пожертвования, лекции, какие-то бесплатные, какие-то платные, те же консультации нумеролога, астролога и так далее, именно привязаны к этому, я уже молчу про Олега Геннадьевича Тарсонова, который открыл клинику лечения камнями и деревянными палочками, ну, как бы, я вообще оставлю это за рамками, почитайте, погуглите Олег Тарсонов, отзывы о его клинике, ну, там вообще, как бы, очень высокий ценник, очень сомнительная методика лечения, люди приходят с серьезными, реальными проблемами, с раком, с пограничными такими состояниями, их учат какой-то ненаучной методикой, и так далее, то есть это все очень-очень сомнительно, то есть монетизировать вашу привязанность, которая рождается из харизмы, таких как Сати, из того образа жизни, который они вам транслируют, и того, что вы реально не можете этому соответствовать, то есть эти три компонента привязывают вас к этим людям, они просто монетизируют вашу привязанность, и, знаете, есть инфобизнес, как бы, не просто как инфобизнес, а есть инфобизнес в сфере духовности, то есть вот есть инфобизнесмены, которые учат вас торговать на ставках, есть инфобизнесмены, которые вам попу качать помогут, ну, кстати, между прочим, если это фитнес-тренер, то, в общем-то, наверное, и ничего, а есть такие вот бизнесмены на духовной сфере, вот, которые монетизируют ваше стремление быть ближе к Богу, ну, и вот Собчак ему задаёт, да, эти вопросы, зачем вегетарианство в неподходящем климате, почему мы должны верить искажённому переводу в ВИЭД, ведь там нету ничего ни про рецепты, ни про духовные призывы, которые вы нам транслируете, там вообще просто, ну, как бы, как в любых текстах, причём я их читала, так как я на филологическом факультете училась, я реально это читала, ну, естественно, в переводе, и, ну, что, вот это Одиссея, вот Одиссея Гомера, ну, примерно та же самая история, этот герой пошёл туда, победил этого змея, такого змея, вот тебе и Веды, где там про длинные юбки, где там про то, что мужчина должен тебе, а ты ему, нету никаких женских и мужских качеств, понимаете, есть то, у кого что лучше получается, и вот как-то эти пары протираются друг к другу, а, как бы, там вот должен, должен, должна, должно, должен. Ну, и она ему задаёт, как бы, прямой вопрос, можно ли считать, вот это всё, что происходит на ваших лекциях, это хитрый брендинг, вед, философскую систему и продажа, да, вот эта философская система. Ну, тут он, конечно, он увиливал, он разные использовал цитаты, например, про вегетарианство, она говорит, это какой смысл? Он говорит, нет смысла, нет смысла, он повторяет, нет смысла, мне нравится. То есть, ну, как бы, с этой позиции меня нельзя спорить, то есть, ну, нет смысла, мне нравится, но ты же это пропагандируешь, то есть ну как бы это совсем другое дело но он просто такой я в домике нет смысла не буду эти ничего объяснять а потому что там нечего ответить я человек гуманитарный как кстати отзывается я человек гуманитарный я никогда не был гражданином украины вот мы сейчас об этом поговорим я не серьезен я не политик и в итоге он говорит я говорил к я вот все слушала и вот эти два часа слушал я не это я не то я не то а кто ты сказал в один момент я говорил к он не говорит я psy психолог там ведически он не говорит что я семейный психолог он говорит дойдем до этого места в общем от всех этих вопросов он уходит про переводы про вегетарианство ну и вот она его спрашивает да вы тоже используете бренд вед и поймут ловит его за хвост с этой книгой его в ведическое кулинарии и тут сайте проявляет себя совершенно как безответственный как бы там человек предприниматель автор он говорит ой я вообще к этому отношения не имею они как-то назвали эту книгу я подписала просто контракт они там что-то должны были сделать то есть вообще типа я не вникал я просто подписал они это там какие-то другие люди это про брендели и так далее ну и вообще говорит я бы эту книжку вам не подарил я бы сейчас ее не издал ну нет человек имеет право перри ну скажи поменять свое мнение да и считать что что-то он предыдущие сделал там ну примитивно недостаточно хорошо не актуально это все но он именно он уходит от ответственности а что на сайте транслирует ты мужик будь ответственным ты ты должен нести ответственность за свою семью за все и тут он понимаете вообще типа я не я ложь не моя то есть это абсолютно и расхождение его образа и его внутреннего содержания я вообще считаю что сатья он обязательно выгорит причем выгорит тяжело для себя через какую-нибудь депрессию либо через какие-то большие психологические проблемы потому что он сидит внутри образа который которым он не соответствует этот образ его сожрет когда сатья устанет его психика устанет бороться с этим сопротивлением несоответствие внутреннего и внешнего про книжку ладно сказала ничего там такого зачем вам это так много продавать книг спрашиваю собчак он ей говорит честно жажда денег и власти еще они еще раз они возвращаются к этому вопросу то есть жажда денег истра и власти когда-то он еще а вон в конце он еще говорит она его спрашивает чем ваша миссия мне нужны деньги и хочу прославиться а начали мы с чего ой это столько стоит дайте лекции ну как бы я не курсе и она его там и спрашивает ночью вы сидите в футболке он говорит ну подождите у меня 200 футболок то есть он скажем так в заложниках вот этого образа находится понимаете которым он продает женщину свои лекции свои книги свои семинары образ какой что он простой что он духовный человек что он не про бабки что он доступный вот такой мягкий его можно пощупать и он бескорыстный бескорыстно этим делится но ну понятное дело все мы люди да ему там хочется денег как бы но имеет право но по сути получается своим образом жизни он вот эту вот банку с деньгами банку с медом может лизать только снаружи если он в этом банку залезет и наконец купят себе что он хочет там не футболки а там крутые часы за 2 миллиона еще что то еще что то то мы с вами книгу на лекции уже не пойдем понимаете вот в этом трагедия до того когда ты строишь бизнес на духовной сфере что ты банку лежишь только со внешней стороны по украине россия очень интересный блог был этого интервью то есть она все пыталась вывести его на на его гражданскую позицию он абсолютно открестился то есть он я не гражданин он поставил на вот эту концепцию всячески всячески транслировал например он сказал что я никогда не был гражданином украины типа я росился в россии родился у ссср а потом переехал на российскую территорию я как бы я не гражданин украины я не мог я могу рассаждать на эту тему имея виду политическую или другую тему я иногда ляпаю в этой теме но это не мнение политолога а вот такие как бы так он презентует своим вырезки которых естественно сам человек приготовила показать ему там что он высказывается высказывает свою гражданскую позицию на лекциях но не хочет ее транслировать здесь то есть опять расхождение то он имеет эту позицию он и высказывает в среде своих фанатичных последователей да и слушателей женщин в основном но сильной женщине он эту позицию сказать не хочет там ну или не может и боится чем она его спрашивают ну как бы вы зарабатываете на территории россии вы ограничены высказывания достаточно было честно сказать да но так как человек привык манипулировать большей части своей деятельности то как мы здесь привычка не дала сбой и как бы здесь он тоже решил не выходить на такой уровень честности откровенности ну и вот самое интересное что мне ну как бы резанула мне это резануло ухо о том что как-то она ему показала какую-то врезку где на вы о политической обстановке высказался он горит ну это полете и минутка политического юмора да вот скажем так то есть он сам свои высказывания сам свою свой образ максимально потерял весь ему максимально его облегчил до несерьезности то есть но я тут типа шут такой знаете я вот несерьезный человек и вот ну и вот в свете вот этих сатья себе да и высказываний я не серьезен я не политик я говорил к ну да как вот это его концепции он говорил к ну той но ответственности он не несет ответственности за результат тоже он не несет то есть как бы кого сложится его принципами пользоваться того сложится остальные как бы пошли нафиг в общем максимально уходит от ответственности во всех зонах ну во всех зонах то есть как можно верить такому человеку и максимально вот такому лоббильному такому выкручивающимися я не знаю как можно свою женскую судьбу поручать авторитету такого лица то есть но лучше уж реально на какие-то внутренние операции свои ощущения там уж хоть какая-то частичка бога к вас сидит же правильно она вам подсказывает какой-то англо-хранители есть правильно он с вами тоже как-то должен разговаривать не должен смысле он вам подсказывает какое-то чувство самосохранения у вас есть инстинкт врожденный который тоже не ошибается и все это это все гораздо более серьезные проводники и наставники чем ну вот этот дядька вот я считаю которые вообще трусят и гражданскую позицию свою высказать и и в итоге он ляпнул да вот как он говорит я ляпаю иногда под этим каждый заслуживает своего правителя ну и тут его ксения начинает топить типа евреи тоже заслужили когда не в газовых камерах гибли а немцы тоже заслужили гитлера а эти тоже а мы там да когда погибали наши деды они тоже заслужили ну не смог я ответить на эту историю там как бы в ишновизме как я понимаю система такая что система кармы да то есть вот ты проходишь свою карму вот с этим плохим правителем если у тебя была хорошая карма родился бы в другой стране где правитель добрый и хороший заботящийся ну в общем-то имеет правное существование этой идеи только с другой стороны как бы чувствуется не глубина не глубина духовной здесь подоплеки потому что но есть вопросы к богу да как допускается зло то что нам кажется на этом этапе злом а возможно на следующем шаге это то что уберегло большую массу людей от большего зла там можно погрузиться в эту тему гораздо глубже но почему он не погружается тем почему он оставляет вот эту позицию ну что это тоталитарная чисто тоталитарная такая диктатура идея из тоталитарного мира каждый заслуживает свой правитель нефиг спорить с правителем вот пусть он делает то что ему бог на положит а ты будешь думать что это твоя карма и что ты вот в прошлой жизни ел младенцев поэтому сейчас ты сидишь без зарплаты это твоя проблема ты должен это перетерпеть это чисто вот манипуляция такая сознанием людей в тоталитарном обществе и так как асатья дас является адептом вот это его патриархального общества ну как будто патриархальное общество идет рука об руку с тоталитарным устройством государства естественно это же не демократическая история понимаете насколько мы с вами вот девчонки да которые слушаем вот таких лекторов типа нарушевича сатья дас там дай торсунов насколько мы далеки отрываемся от реальности мы сейчас с вами кстати кто-то не отрывается да вот кто-то в тоталитарном обществе живется плюсики поставьте в общем насколько мы отрываемся с вами от реальности потому что действительно как бы есть небольшой процент мужчин которые хотят любят обеспечивать женщину хотят ее защищать это внутри их характера сидит это их природа точно также есть те которые они бестолковые там да допустим у них природа заботиться только о себе или даже себе позаботиться не мог то есть это при разная природа есть талантливые артисты они ничего не понимают в математике есть талантливые астрологи допустим они ничего не понимают в медицине и есть женщины которые должны быть внутри семьи в патриархальном устрой потому что это их талант также как и талант быть врачом хорошим или талант разбираться в астрономии в астрологии или талант рисовать классно не должно все общество рисовать классно ведь не все должны быть с астрономами какая-то часть вот они там вот их бог такими создал и вот они живут вот в этой парадигме поэтому есть женщины которые их бог создал реально вот быть замужем материнство вот им счастье от этого они всех любят они в гармонии в гармонии над собой находятся с собой находятся а у нас что у нас же женщины замуж 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 они еще не разобрались кто они они может вообще не мать по природе я с таких столько на консультациях и видела что она говорит меня тошнит уже от этих детей от этого мужа как же я хочу там какой-то вот этой эмансипации а все тоже она рожала понимаете уже на рожала уже ты их обратно никуда не денешь тебе уже приходится жить жизнью той женщины которая талантлива в семье а ты можете вообще бог не для этого создал грубо говоря то есть у тебя вообще другие качества ты может быть эгоистка одиночка но ты тоже же имеешь не право прожить эту жизнь так поэтому истинно счастливы те кто понимает свою природу вот если они эгоисты даже да и допустим не плохие люди там да вот если они понимают и себе признают что да якобы эгоист я не хочу никому пристраиваться не хочу никаких детей этих хороших мне как бы пофигу я не получаю такого прямо удовольствия что вот ребенка чистые глаза на меня смотрят вот если они это осознают и этих детей не заводит не обрекают их на одиночество отверженность пофигизма и жестокость вот поистину счастье что эти люди таковы я их обо я их уважаю таких людей потому что многие из нас обманывают себя мы все думаем что вон там счастье в этих детях и и в и в семье процентов для пяти там счастье потому что это женщины родившиеся талантливыми быть счастливыми именно через это а вы может талантливо быть счастливыми через работу или через заботу о здоровье или через духовные практики или может быть вы путешественница женщина-путешественник может быть вы женщина ученый это столько всего в мире интересного почему же мы все премся в это в это личное счастье которые нам такиеShow кстати даст продают они нам просто его продают им пофигу сложится у вас не сложится они может и сами верят что как бы все должны быть так так же но зачем отказывать богу в разнообразии да он создал всех нам нас разными давайте попробуем почувствовать где наше счастье не обязательно ну да ладно это что-то далеко очень отошла я к тому что трагедия когда женщина которая не приспособлена быть счастливой в личной жизни рожает двоих троих детей особенно погодок и потом их ненавидит и думает на кого же их спихнуть а эти дети они просят ласки понимаете не просят ласки а у нее нету им дать эту ласку у нее нету вот как ну нет у нее миллиона долларов понимаете бог не наградил ее внутри нету ничего грустно очень ладно поехали дальше в общем а сайте говорит я никогда не голосовал я не гражданин он эту оппозицию транслирует и получается что во многих сферах он достаточно безответственный человек я не к тому что все должны бежать голосовать просто к тому что ну чё тут еще говорить я не гражданин я никогда не голосовал ну и как бы я туда это безответственно не знаю свои свои парадигмы своей головы говорю да ладно ну вот он мне он пишет да говорит мне не нравится система демократии я давно на ней поставил крест ну естественно потому что демократии ты не продаж ты продаж вот этот патриархальный режим вот на него можно лекции проводить демократия это лекции вот этого господи лобковского хочешь делай не хочешь не делать лобковский прекрасно продает вот эту систему демократическую я не хочу я не буду а если ты делаешь ну если ты хочешь то делай все у него все лекции на одну тему понимаете все закончается одной фразой одной системой ну так как бы сатья у нас конечно лобковский тоже очень популярен но сатья больше продаст на эту историю намного больше и вот потом все-таки она задевает его как мужчину и он начинает даже в ней с ней с обчак образенный момент флиртовать и так это ну как бы игра какая-то идет такая мужчина-женщина я всегда хочу понравиться потому что я не альфа-самец но видимо немножко комплексует по физическим параметрам хотя реально она ему отвечает что ну в этом мире сейчас это вообще не важно то есть сейчас не количество мышц определяет крутость мужчины но он и так и не услышал я как бы не увидела в нем отголоска вот этого ну ладно и он пишет я говорит я про семейную психологию они только ну типа давайте уже перейдем к вашей вот этой теме он говорит я про семейную психологию он не может сказать я семейный психолог он ни разу себя не определил там кто он а потому что ну видимо не может может быть нет образования я про семейную психологию говорит он про семейную психологию то есть я рассказываю про семейную психологию это вот мой вид деятельности я говорил когда не мне не забивайте орла на взлете то есть как бы не обрывайте мне крылья своими вопросами я тут вот своих в своем мирке ну в общем тут она им говорит что это психологический стендап то что вы делаете он в целом соглашается и начинается самый трэш там они начинают спорить про женскую роль и он постоянно пользуется подменой понятий манипуляции так далее вот сейчас посмотрю как покажу вам как он это делает ну вот он начинает с истории что если бы вы выбрали если бы вам пришлось выбирать между семьей или карьерой чтобы вы выбрали но в жизни в реальной жизни то есть и у это он определяет как тест того что на самом деле нужно женщине ну жизнь даже другая у нас вообще в каком-то мере живет вымышленному там где касты остались там где вот эта физическая культура но он просто едет на этом на этой теме он зарабатывает а вы там что делаете вы там просто портите себе вы там тратите жизнь вы там свои отношения ставите под удар хорошо если ваши отношения выдержит хорошо если вас мужчина действительно любит и с этими всеми приколюхами которые там ты мне должен то ты мне должен это в ведической культуре вот это теперь ты делаешь вот это я хорошо если она выдержит и даже будет дальше вас любить это вообще ну дар божий а если нет ну как бы если вы сами разрушите почему он ставит вот эти вот абсуртизирует и ставит либо это либо это в реальной жизни можно и так и так почему нет можно и реализованным человеком быть и счастливым в личной жизни почему нет и он не говорит вот манипуляция первая такая мощная манипуляция она горит на нет это же мы же все равны он говорит ну если ты равных отношений то следующего ребенка рожает он опять видите он подменяет именно гендерные различия между нами с мужчинами и женщинами подменяет на философию то что как будто бы настолько они недостижимы равные отношения настолько нас только же недостижимы рождение ребенка мужчиной но это тоже это какая-то абсуртизация это тоже не имеет смысла никакого мы не грибы с вами да так мы дойдем до идеи что вообще у человека у человека как у вида не может быть успешных отношений потому что у меня длинные волосы а мужчины короткие пусть так теперь на следующей неделе у него будут длинные волосы но мы же не в этом бреду живем правильно как надо рамки знать какие подмена понятий когда мы идем в сортир говорит сатья да мы же ходим в разные сортиры это как бы типа идея этот факт должен был стать подтверждением идеи что как бы мужчина и женщина имеют разные права и обязанности что у них разная природа абсолютно ну да мы ходим в разные половины но опять же это подмена понятия памяти то есть вы в чем в чем в чем механизм что вы соглашаетесь с очевидным фактом что да мы же ходим в разные и тогда вы должны присоединиться к следующему к общей идее сати там о том что но мужчина и женщина не равны мужчина должен нести ответственность да прекрасно но только сатья как гражданин не несет ответственности за свои слова о политике не несет ответственности и вообще у нас всячески отказывается то что это духовный пневм псевдоним не несет ответственности он говорит это это мой псевдоним это не духовное имя это псевдоним вот так он говорит то что он часть ваишнавской веры он не несет ответственность он отказывается от этого хотя у него духовное имя хотя он эту тему продает и и манифестирует но тем не менее он отказывается от ответственности во всех сферах которые задеваются интервью и рассказывает о какой это ответственности гипотетической, которую он несет перед своей семьей, женой и так далее. Это мы уже не проверим, потому что это тогда надо звать на интервью жену его, чтобы проверять. Когда он защищает свою концепцию и пытается убедить, что он прав, он приписывает своей концепции и мужчине обычные общечеловеческие обязанности. Помогать старикам, защищать близких, заботиться о близких, давать им поддержку, любовь. Это не мужские качества, это человеческие обязанности, человеческие качества, которые проявляют и мужчины, и женщины. Просто нашей женской, ставкосковавшейся душе славянской, когда у нас сложно создать семью, мужчины привыкли к нашей красоте. Мужчины привыкли к тому, что мы успешны. Я вот сейчас в Египте, как вы видите, здесь мы просто королевишны, понимаете. Для наших мужчин там уже все, уже там ушки на бедрах, носик не такой, грудь низковата. То есть они уже привыкли к нам, и что мы стараемся, и что мы, ой, господи. И что умница, и что красавица, что длинноногая, и что добрая. Все это уже обыденность. Но, как бы, скажем, мы истосковались по мужчине, который нас за собой поведет, да, или нас оценит, и появляется Сатья Даст. Он в интернете, но это мужчина такой вот. Видите, мы с ним грани не чувствуем, не чувствуем, что он далеко, потому что он вот в футболочке какой-то сидит, он говорит простым языком, никаких терминов у него нет, он близок к нам, он вот-вот нас коснется с этого экрана. И мы ему верим, потому что у нас есть потребность в мужском тепле, в мужском восхищении. У нас этого маловато, маловато. Вот, как бы, восточные мужчины, понятно, что они, как бы, ты сходил на свидание, все, у тебя самооценка до небес. Конечно, они такие же, как, там, допустим, у них тоже есть человеческие недостатки. Они тоже могут быть безответственными, но, тем не менее, внимание он тебе даст, точно, это точно. Так вот, мы, бедные женщины, вот, российские, украинские, белорусские, мы, нам хлебом не корми, да, и вот нам какого-то мужика, который скажет, что ты хорошая, что ты божественное создание, что ты изначально прекрасна, что вот у тебя просто эмоций так много, они тебя путают, эти эмоции. Ну, ничего, найдется мужчина ответственный, найдется мощный, сильный, хороший. Это вот мантра, это вот арестович на женскую тему, понимаете? И мы готовы за ним идти, за этим проводником. И вот Сатья Дас просто монетизирует наше с вами женское одиночество, понимаете? Или там неудовлетворенность, усталость нашу. Понятно, классно, когда, ну, классно, когда можно не работать, а можно работать. Но это все тоже по судьбе, либо ты, как бы, сможешь себе такое создать, либо не сможешь, либо ты так родилась в такой семье. Но это тоже не для всех. Кто-то проживет свою жизнь на чиле, а кто-то будет вынужден пахать, иначе смерть. Так, дальше, где он... Так вот, когда он защищает свою концепцию, он говорит, что мужчина должен в патриархальном мире и перечислять все человеческие обычные вот эти обязанности. Ну, и мы такие, о, классно, это что патриархальное общество? Да это человеческое общество, почитайте, господи, конвенцию о правах человека. Вот я вас умоляю, вот после эфира зайдите, конвенция о правах человека, почитайте первую страницу, все. Да, вот, блин, все. Имеешь право принимать решения без давления со стороны, имеешь право тебя, чтобы не осуждали, если это не преступление, имеешь право, имеешь право, имеешь право. Да у нас с вами никогда таких правов не было, мы сами себе отказываем в этих правах. Давайте начнем, как бы, с общечеловеческих идей. Перечислять проблемы, да, типа, а как можно без этого, значит, моей концепции, если у нас мужчины, значит, как он там, трахуется с кем попало, жениться не хотят, все сожительские отношения, дети брошенные. Это проблема нашего общества, как бы, но это не значит, что в патриархальном мире этого не будет, или там, допустим, или что мы должны согласиться с Сатией. Ну, опять же, это подмена аргументов, да, то есть он перечисляет просто проблемы общества и приписывает это правоте своей концепции. О, и последнее. Слушайте, я вот, честно говоря, вот не буду вам все тут перечислять, потому что еще две страницы. Я хочу сказать главное. Счастливая женщина – это безответственная женщина, говорит Сатья Дас. У меня ответное предложение. Предлагаю закрыть все женские тюрьмы. Я предлагаю женщинам ответственность, это как бы, ну, раз счастливая женщина – это безответственность же. Я предлагаю судить тогда мужей их, которые не сделали их счастливыми, да, и они совершили женские преступления. Я предлагаю их братьев, отцов судить. Давайте всех женщин из тюрем освободим, если женщина не должна нести ответственности, если она вот такое чудесное, волшебное создание. Опять же, мы очень далеки от реальности. То есть, ну, концепция Сатья, она просто, вот я говорю, она вот 6 тысяч лет назад, да не было там никаких вот этих вот волшебного отношения к женщине, вы поймите, потому что там была задача выжить. И готовили эти женщины три раза в день, потому что у них не было холодильников, и не потому что они, значит, это не духовно, есть не свежую пищу, это не духовно. И хорошая жена должна готовить своего мужчины перед каждым приемом пищи. Да он не выживет у него, просто она обдовеет, если она ему утреннюю кашу подаст в плюс 40 в Индии, и она уже будет там с палочкой стафилококковой, понимаете? Это подмена понятий. И не было там никакого волшебного отношения к женщине. И сейчас здесь на Востоке нету никакого волшебного отношения к женщине. Эти женщины сидят дома, бедняги, они сходят с ума, у них куча претензий к мужчинам, потому что нет собственной реализации, некуда, ну, как бы вот свою энергию деть, понимаете? Они тоже, вы что думаете, что они все талантливые тут растить детей, что ли? Их тоже там, может, тех, которые могут быть счастливыми в личной жизни, их тоже там процент 5-10, именно вот в таком патриархальном укладе быть счастливыми. А остальные тоже врачи, тоже художницы, продажники, там, я не знаю, путешественницы и так далее. И они все сидят по домам. А что им выходить, у них вот так вот, как бы? Они определяются только как вот жены, жены и матери. Я к тому, что нету там волшебства, понимаете? И не было их никогда, этого волшебства. Ну все, то есть. А, о, кстати. Ну, там манипулирует, доводит до абсолюта. Независимость должна быть абсолютной, говорит он. И под конец, у меня есть духовный учитель. А, давайте вспомним. Раз у него есть духовный учитель, так он все-таки часть вайшновизма? Или не часть? Ну, как бы не определился чувак. Он уже говорил, что, ну, я разбираюсь в ученовизме. Я не часть этого. Он, кстати, по-моему, даже, даже, по-моему, где-то в интервью говорит, что я не часть этого сообщества. Он, по-моему, даже так и, так и высказывается. Ну, вот сейчас я не уверена, прямая ли это цитата, или это все-таки его такая вот просто позиция. Ой, кто-то тут говорит, что формулы не работают. Да, мы считали. Мы считали. И, кстати, да, хочу вам сказать, что, пожалуйста, вы можете зайти. Мы не стесняемся. На данный момент мы сделали серию видео, отсмотрели серию видео «Гороскоп Украины, Россия, Беларусь». Под этими гороскопами на 21-й год, на завершившийся год. Под этими гороскопами вы найдете ссылки, как что сбылось. Сами увидите, сколько сбылось, сколько не сбылось. Поверьте, более 80% сбывается. Не верьте, не верите. Заходите на канал, смотрите старые прогнозы. Ссылки стоят на то, как сбылась каждая формулировка. Какая не сбылась, не сбылась. Я не Господь Бог, имею право ошибиться. Ну, я, естественно, я, кстати, честно вам скажу, да, я не буду... Не буду... Ой, такие злые не сидят, это просто трындец. Короче, я вас не обвиняю. Те, кто верят в Сатидас, как, ну, мессии, да, я вас совершенно не обвиняю. Потому что я помню, вот это было 2012 год. Я пошла на лекцию Олега Тарсунова. И захватила с собой программист знакомого. Его звали Игорь. Так вот, я сидела, я просто балдела на этой лекции. У меня просто вот каждое слово в душу, понимаете, заронялось. И... А что он там только не чесал? Он, конечно, говорил там, что мне сегодня после... Сейчас я обернусь, чтобы меня заснула, что-то не принято. Мне сегодня после медитации, значит, пришла идея, вот как откровение, что моё переселение на высшие планеты, вот уже принято такое решение. И что бы я дальше ни делал, как бы я ни оступился, всё, я уже как бы свою программу минимум для вхождения в рай выполнил. И мне это казалось таким откровением, такой вот вообще высокой степенью духовности. Игорь, этот программист, сидел рядом, говорит, я не могу это слушать, ты, конечно, извини. Взял, включил себе наушники и слушал какой-то металл там. И я думала, боже мой, как же этот Игорь далёк от этого всего прекрасного, духовного, волшебного. Вот как же он может быть... Я его привела на лекцию к такому человеку, чуть ли не к святому человеку. И ему же прямо вот перед ним сидит, и этот святой человек говорит истину, как ему жить, как ему то. А он не слышит, что его вообще может спасти, понимаете. И вот эта вот гордыня такая духовная. Я вот прям запомнила это ощущение. Ну и что? И где все эти люди, как говорится? То есть и это очарование прошло. Ты уже там взрослеешь, ты понимаешь, что ну просто это инфобизнесмен сидел перед тобой. Он тебе затирал такую дичь, а ты это воспринимала как божью росу, да? То есть я была такая же, я была такая же фанатичка. И мне всё это казалось чистым, прекрасным. И я потом только с годами разобралась, что всё не так просто. Почему-то... Ну не буду, да? Сейчас это внутренние проблемы этого сообщества. Но тем не менее, очарование ушло. И когда ты оборачиваешься назад, ты думаешь, боже, какой же я был фанатик такой тупой. Просто обидно за себя, очень обидно. Ну, так что я допускаю, что есть очевидение, да? Вот они в такой фазе. Они ещё через какую-то критическую призму не пропустили, ещё не разрушили что-то важное в своей жизни через вот эти вот концепции сектантские. Я говорю про ваишнавизм, я говорю про изоляцию, которая идёт после того, как ты примкнул в ваишнавскому сообществу. Я не говорю сейчас про то, что надо идти, быть феминисткой, пахать, работать, и как бы сатья — это абсолютное зло. Но надо понимать концепцию, понимать, почему он это транслирует, он на этом зарабатывает. А насколько тебе это подходит? Может, я такой создал, и просто ты его и без сатья разобралась. А может, тебе это подходит на 1%, а может быть, на 5%, чтобы ты немножко свою позицию такой ярой, непримиримой феминистки ну, как бы немножко приглушила до какого-то среднего уровня. То есть бог любого человека, как мне кажется, использует как свой инструмент для какого-то добра. там даже, ну, скажем, даже Санса Дас тоже его применяется. Нужен, он зачем-то нужен. Но нужно как бы, ну, смотреть реалистично и в контексте своей жизни, понимать, кто, почему вам эти высочайшие стандарты чистоты транслируют. Вообще, зачем я этот эфир начала? Я хочу с этого эфира начать ещё серию разговоров, таких не про техники астрологии. А всё-таки я уже 450 или 500 видео наснимала на эту тему. А всё-таки рассказать вам, ну, почему астрологи уходят в вот эту ведическую штуковину. Это уже тема для другого разговора. И у нас в школе, ну, вот я, например, я не идеальный человек. И также подвержена всем слабостям. Меня можно обмануть, меня можно мной манипулировать. Но я всё равно разберусь. Всё равно я со временем разберусь, я постараюсь исправить и так далее. И, тем не менее, я вот никогда себя не показывала и не продавала образ того, что я, ну, вот, там, научу вас, как вам строить отношения. Хотя я могла бы вам продать, кстати, гораздо больше через эту тему, потому что вы бы все пошли слушать. Но мне не повезло. Вот смотрите, мне не повезло. Если бы я была мужчиной, вот меня, у меня сто пудов ждал бы успех. Женщина так ещё посложнее. Но я бы нашла свою аудиторию. Вон, Мила Левчук же нашла. Или как бы это... Блиновская. Тоже гуру. Ей это не помешало. И, тем не менее, я не пошла туда. Потому что я понимаю, что если я буду транслировать какой-то образ, не я, вот как Сатси Дас, он транслирует какой-то образ. И он бедный в плену у этого образа. Он даже одеться нормально не может, потому что свои деньги потратить не может, показать, насладиться ими. Потому что он должен быть вот бедным и бескорыстным, чтобы люди к нему приходили, чтобы женщины видели, что, дорогая, я не зарабатываю на тебе, а я хочу, чтобы у тебя в жизни всё было хорошо. А на интервью он говорит, какая ваша миссия? Моя миссия... Ну, я хочу денег и славу. Ну, как бы вот. Вот и всё, девочки. Как бы разговор окончен. Даже я пытаюсь себя как-то вдохновить какой-то миссией, там, поднять сферу астрологии или ещё что-то. Ещё посмотрим, получится у меня или ещё и хуже сделаю. Ну, я так люблю вот эту самую роль. Но, тем не менее, хотя бы я пытаюсь найти вот смысл этого существования в чём-то. Так вот, я не продавала вам этот образ, потому что я понимаю, что если я буду транслировать не себя, через год, через два мне будет плохо. Меня этот образ будет съедать, я должна ему соответствовать. Внутри природа моя сопротивляется. И вот я в этом дуалистическом конфликте. И у меня как маска и настоящее лицо. И я не могу быть искренней. Почему этот Сати Даснин на один конкретный вопрос не ответил? Он уже... Он под маской. Он под маской. Привык нам показывать одну маску. Внутри его боксов был другим. И не конфликт. И он уже всё как бы... Ну, и настоящее лицо уже не показывает. Это не то, что он мерзавец, а это ловушка. Ловушка созданного образа. И это последствия вот этого... Выдавать себя за кого-то. Ты как бы, может, даже и веришь частично, что ты вот такой. Ну, короче говоря, я в... В мистическую сторону дела не верю. Есть инструмент, астрология. Я пытаюсь его использовать. Он всё равно каким-то образом меня приближает к духовности, потому что ты видишь, что в мире на каждую минуту нашей жизни у кого-то там есть план, у кого-то там наверху есть план. Нас не бросают. Мы не вращаемся тут с вами во тьме, вокруг водородной бомбы, одни, бесконтрольно. На нас какой-то план. У кого-то великого, у кого-то мощного, интеллектуального. И там дальше уже каждая религия пляшет на свой лад, да, говорит. Но к самому инструменту в ведической астрологии я отношусь очень практично. То есть это вот набор цифр, набор таблиц. Мы должны их анализировать. Есть закономерности. И они действительно есть. И не надо всё время говорить про чакры, про энергии и так далее. Ну, это как бы не моя фишка. Я просто... Меня интересуют только прогнозы в астрологии. И как эти прогнозы улучшить. Вот это меня интересует. Вот это я и буду говорить, и продавать. И кто захочет, пойдёт со мной. Сари на себя натянуть, если я не чувствую, не хочу я этого Сари. Или там какой-то образ, что я веду какой-то супервозвышенный образ жизни. Да не веду я невозвышенного образа жизни. Это пахота. Я пытаюсь лавировать между наслаждением от жизни просто вот посидеть, посмотреть, да, на эту прекрасную зелень, которая вокруг меня, работа, которая меня увлекает, ребёнок мой любимый, мужчина мой любимый. То есть вот я как-то пытаюсь вот в этом жить. И, собственно, поэтому пропадаю часто. Ладно. Да, вот надо как бы... Давайте последнее на сегодня, вывод, на котором мы расстанемся, то, что каждого Бог создал для какой-то цели. И даже наши недостатки Он, скорее всего, использует как инструмент для достижения каких-то своих целей. Может быть, даже кому-то добро через нас, недостаток, может перевернуться и прийти. У меня хорошо получается прогнозировать, учить людей астрологии. У Сатьи, он говорун, ну, он сам так всех говорит, извините, это не ирония, не оскорбление. У него хорошо получается рассказывать о том, как мужчина должен быть ответственным. Но соответствует ли это правде? Не знаю. И вот у каждого из вас есть такая специфика. Давайте тогда закончим наш разговор с тем, что вы попробуете внутрь себя обратиться и послушать, что там внутри, кто вы. Может быть, сегодня вы найдете ответ, а может быть, вы только запустите цепочку размышлений, которая приведет вас к вашему предназначению. Вот видите, как у меня получается говорить. Я бы тоже так могла разводить вас, бедных, блин, баб, одиноких. Мужчина тебе должен то, мужчина тебе должен это. говорить, не мишки ворочь. Ладно, все. Всем пока. Там, если меня захейтят в комментариях, поддержите меня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok